Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и я Мизантроп. Это видео это исповедь мизантропа. К этому я пришел, ну, можно сказать, сегодня. Ведь сегодня мне исполнилось 27 лет, я вошел в рок-н-ролльный возраст, когда все самые знаменитые и лучшие рок-н-ролльщики умирали, такие как Курт Кобейн, Эми Ван Хауэр, или как ее там. Ну и, естественно, Джимми Моррисом. И я призадумался, мои друзья говорили, что я вообще не доживу до 27, но я дожил. И сейчас самое главное не умереть, потому что это было бы глупо. Я ставил себе дурацкие планы, что если я, например, не добьюсь чего-то до 10 тысяч дней, а это у меня будет 14 июня 2017 года, как мне будет продолжать быть 27 лет, то я нахер покончу с собой. Опять же, глупость, потому что сейчас пришло сознание, что я взрослый человек, и этот детский максимализм ушел на второй план. Это мое дополнение, которое я сворачиваю и дополняю с новой реальностью. Это мое дополнение, которое меня меняет. Хотя я всегда говорил, что люди не меняются. Оксюмарон? Ну да бог с ним. И в этой исповеди, которую я сейчас записываю на камеру ради вас, зрителей, я хотел бы сказать, что да, я продолжаю быть мизантропом, но я говорил это раньше. Главная цель мизантропа – это полюбить людей. И последний мой год, он был напичкан жуткими вещами. Я терял близких мне людей. Я находил близких мне людей, которые, опять же, меняли мою жизнь настолько, что произошел сдвиг парадигмы, новые догмы, а старые разрушились. Я потерял стену, которую строил годами для себя, дабы избавиться от эмоций и ненавидеть общество. Но вот стена рухнула, и я голый, и я вижу общество. И вот этот тезис, что главная суть мизантропии – это добиться любви к людям, я сейчас как никогда за этот тезис. И да, это необычное видео на моем канале, потому что в обычном видео я просто кривляюсь. Да, иногда философствую, но сейчас это серьезный разговор. Я наконец-то повзрослел и понял, для чего я здесь существую. Я существую для того, чтобы давать положительную информацию людям, для того, чтобы близкие и любимые люди были всегда счастливы, чтобы они никогда не забывали обо мне, не забывали о хороших вещах, которые, в принципе, когда-либо происходили. И поэтому я мизантроп, потому что я хочу убрать свою ненависть и давать только любовь, в конечном итоге стать обычным человеком. Ведь когда-то давно я упустил эту роль. И не будет какого-то умозаключения, дополнительного под конец, не будет моих стандартных фраз. Просто я поздравляю себя с праздником через это видео, пытаюсь донести до вас свою точку зрения через это видео. Ну и также хочу поздравить вас всех с праздником, но не со своим днем рождения, а ведь вы можете это смотреть в любой другой момент времени, в другой цветовой гамме и в другом пространстве, нежели сейчас нахожусь я. И, скорее всего, у вас может быть праздник в этот момент, или недавно был, или вот-вот будет. Я поздравляю вас, я люблю вас, я обнимаю вас, целую перед сном, покрывая одеялом, а утром готовлю вам горячие бутерброды с кофе, чтобы вам было хорошо, вы мои любимые зрители, вы мои люди. Я встаю на путь исправления и, надеюсь, это ждет и вас. Надеюсь, рационализм, о котором я говорил, говорю и буду говорить, он все-таки пробьется и будет присутствовать в нашем сознании. Ну, а на этом все. С вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин, самый субъективный бородач всего Ютуба и всего Интернета, на данный момент мизантроп, но который очень сильно пытается полюбить людей и ради этого сломал свою стену. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк. И вместо финальных титров это я бы, я бы был бы не собой. маленькая бутылочка вина для маленького меня в честь этого праздника. лишь я и эта бутылка. Забавно. забавно. Ведь это исповедь, а значит мы с вами искренние. И это ведь наша жизнь. А это мой поскриптум. и спасибо зрителям, спасибо людям, которые всегда были рядом со мной, которые поддерживали меня в трудный момент, которые вытаскивали меня из мрака. Теперь я понимаю, нельзя быть в мраке все время, надо пытаться зажигать огонь в других людях. И не важно, где потом будут эти люди, самое главное, чтобы пламя это горело вечно. Спасибо вам за мой день рождения, за ваши праздники, за любовь ко всему, что нас окружает. Пора менять парадигмы, пора менять наши догмы, пора в принципе меняться, как вы видите, у меня это уже началось. Субтитры создавал DimaTorzok